Приветствую вас. Я думаю, что в вашем тексте можно выделить несколько моментов. Во-первых, вы пишете, что молодой человек, можно сказать, сделал предложение. То есть, он это вроде бы сделал, но вроде бы не сделал, да, то есть, это вроде бы уверен в том, что сделал, вроде бы не уверен в том, что сделал. То есть, ну, это вот явно какая-то такая история, я бы сказал, ну, неопределённо. Вы, конечно, можете быть со мной не согласны, я вас к чему не принуждаю, но вот мне почему-то видится этот момент вот так. То есть, мне этот момент видится таким образом, что мужчина как-то вымученно, что ли, сделал вам предложение, возможно, потому что вы этого хотели. Возможно, потому что он знал, что вы этого хотите, возможно. Я, опять же, не говорю о том, что это правда, я не говорю о том, что это так, не хочу сказать наверняка, но может быть, может быть. Дальше. Значит, то есть, вот первый момент, да, сделал предложение, подарил концу кольцо, можно сказать. Почему можно сказать? Вы сомневаетесь или что? Дальше. Прошли праздники, начались будни, у нас начались разлабы. Что это значит? Разлабы это как? Разлабы это по какой причине начались разлабы? То есть, вот очень важно уловить ответственность вашу за разлад. Очень важно уловить ваше, ну, можно сказать, участие в том, что произошел разлад. То есть, это не просто так, что вот у нас начались разлады. Если у вас начались разлады, значит, лично у вас, Александра, есть 50% ответственности за эти самые разлады. Дальше. Парень начал язвить и подкалывать постоянно, не то, чтобы всегда, но может язвить неприятно и обидно. Что-то изменилось. Что-то мотивирует его так поступать. Какая-то обида. Может быть, ему не понравилась ваша реакция на его предложение. Может быть, он думает, что сделал то, что вы от него давно хотели и теперь имеет право так поступать. Может быть, что-то еще произошло. Кто знает. Но, когда вы говорите, что он неприятно и обидно шутит, то вопрос у меня к вам. Почему вам неприятны и обидны его шутки? Как вы на это реагируете? Вот вы говорите, что я ему сказал, что мне бывают неприятные его шутки, а иногда прямо выбешивают, что хочется наорать. Ну, то есть, вы, по сути дела, показываете ему, что вас задевают его шутки. Но разве это не есть та обратная связь, которой молодой человек добивается? Почему вас это задевает? То есть, видите, вы перекладываете ответственность в себя за то, что вам неприятно, когда он шутит. На него. Говоря ему, что это ты меня обижаешь. Понимаете, какая штука? Чуть ниже вы пишите о том, что он не хочет меняться. Нет. Это вы не хотите меняться. Он-то как раз изменился. Он начал шутить. Он сделал предложение, он начал шутить. Он меняется. Вы нет. В данном случае. Так это выглядит, по крайней мере, что вот над вами начали шутить. Вы вместо того, чтобы понять, почему вас это задевает, требуете от молодого человека шутить перестать. Это есть нежелание меняться. Это есть нежелание личностно расти у вас. Вопрос в том, почему он так делает, хотя раньше он так обидно не шутил. Или дело просто в моём восприятии. Да, дело в вашем восприятии с одной стороны, но с другой стороны, он почему-то начал шутить. И это очень важно. Почему? Возможно, опять же, всё дело в предложении, в контексте, который был у этого предложения. В том, что парень сделал предложение не полностью, не на 100%, потому что хотел его сделать. А из-за какой-то другой причины. Например. Например. Я не знаю. То есть, как бы, да, и ваше восприятие дело, но и у него что-то изменилось тоже. Понимаете? Какая штука. То есть, и вам нужно над своим восприятием поработать, поисследовать, что вас задевает и почему. И посмотреть, что в психологической реальности мужчины изменилось у вашего. Чтобы выяснить причины. Дальше. Мне порой кажется, что он меня провоцирует специально. Возможно, особенно если предложение сделал не совсем по своей воле, то теперь подсознательно может пытаться вас оттолкнуть. С другой стороны, есть вероятность, что мужчина просто боится близости, вообще боится близости, и поэтому так себя ведет, оттолкивая вас. Может быть, может быть, человек просто брака боится. Но, опять же, вы здесь говорите, говорите немножечко не о том. Вы говорите о том, что он вас провоцирует, но почему вы, грубо говоря, покупаетесь на провокации. Вот что важнее гораздо. Он говорит, что он ничего не имеет ввиду плохого, чувствительный, так не перестанет, что он не хочет меняться и думает, что я хочу его применять почему-то. Ну, опять же, здесь нужно анализировать ваше взаимодействие. Я полагаю, что идеально было бы, если бы вы оба обратились к психологу, совместная консультация, вот прямо вдвоем неплохо бы вам помогла бы. В этом смысле. Вот так можно ответить вам на ваш вопрос. На этом все. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация успешно разрешится.